Сегодня к нам на чашечку кофе на скафе зашла психолог Анна Гаврилюк и мы решили побеседовать с ней о том, как выжить в коллективе. Доброе утро! Доброе утро! Анна, вот в принципе мы на рабочем месте проводим такое большое количество времени, что зачастую общаемся с коллегами намного больше, чем со своими близкими. Как правильно себя поставить в коллективе? Хороший вопрос. На самом деле, как у любой медали, есть две стороны. Первая сторона – это руководство коллектива. Очень многое задает руководитель. Какой тон он задает? Если изначально продуманы правила отношений в коллективе, акцент делается на успешной и качественной работе, и у каждого из сотрудников есть свое поле деятельности, за которое он отвечает, то, как правило, это способствует тому, чтобы в коллективе были хорошие отношения. Безусловно, могут возникать какие-то и спорные ситуации. Ну, без этого, наверное, вообще в жизни не бывает. Но, тем не менее, достаточно большую роль в данном случае играет руководитель. При этом нужно обратить внимание, руководитель собирает команду, где каждый силен в своей области, либо он собирает такую группу людей, на фоне которых он сам будет звездой. Естественно, во втором случае споров в коллективе будет значительно больше. Хорошо. А вторая сторона вопроса – это непосредственно сами участники коллектива. С какой целью они пришли устроиться на работу? Я думаю, что ни для кого не секрет, что мотивом, который нас приводит в ту или иную структуру или организацию, может быть совершенно разным. Кто-то приходит просто, чтобы уйти из дома, кто-то приходит показать новые наряды, кто-то приходит качественно пообщаться, а для кого-то более ведущим мотивом является построение карьеры и достижение каких-то высот. Ну и есть те, для которых важна финансовая составляющая работы, им не столь важно, что они делают, и главное – это финансовый результат. Поэтому тут, конечно, нужно обращать на это внимание. Скажите, а что же делать тем, кто только начинает свой путь, свою карьеру, то есть у которых еще мало опыта, как им правильно себя подать? Наверное, первый момент, на что следует обратить внимание перед тем, как прийти в новый коллектив, вот до первого шага, надо вообще подумать, а что для вас важно, для самого человека. Что вы хотите принести, что вы хотите реализовать в своей жизни, и каким достижениям данный коллектив может способствовать, либо наоборот мешать. Потому что если мы сами мечемся и сами не понимаем, как в том анекдоте умное, либо красивое, то, конечно, люди окружающие тоже не понимают то ли комплименты делать, то ли трудными заданиями нагружать. Второй вопрос. Безусловно, первые месяцы, может быть, полтора, процесс адаптации никто не отменял. Очень важно, ну, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Сначала нужно присмотреться, прислушаться к коллективу, понаблюдать, кто в коллективе ведет и занимает какие позиции, прежде чем выдвигать какие-то, может быть, свои предложения, которые могут быть абсолютно замечательными, но пока не совсем уместными или не очень принимаемыми. Сейчас мы говорим о людях, у которых нет опыта. Нет опыта, человек пришел на работу, да, и он, может быть, там, начитавшись умных книг или вдохновившись хорошими семинарами, он приходит и говорит, да я сейчас вас всех научу здесь правильно работать. Это одна из типичных ошибок, да, когда вновь пришедший на работу начинающий сотрудник, готов руководителю сказать, что вы тут вообще все неправильно делаете, я сейчас вас научу, как правильно, да. А вот в том случае, если наоборот, дедовщина со стороны уже ухоренившихся коллег. Тогда смотрим пункт первый, зачем руководству выгодно сохранять дедовщину. Но вот как новичку себя вести, если его третируют всегда, делают замечания, даже в тех моментах, когда он считает, что это незаслуженно. Не воспринимают всерьез, вот часто бывает так, просто не воспринимают всерьез, не прислушиваются к мнению, не слышат. На вопрос не воспринимают всерьез, есть замечательный ответ, делайте качественно свою работу. Если вы делаете качественно то, что вы делаете, и у вас есть качественный результат, то, безусловно, наступит такой момент, когда на вашу работу обратят внимание. Шаг второй, стараться не эмоционировать, не проявлять излишних эмоций, особенно касается дамских коллективов. Да, ни для кого не секрет, что женщина всегда более эмоциональна, чаще и типичнее. И включить эмоцию это вот на уровне щелчка, вот этого делать как раз и не нужно в том коллективе, особенно когда вы новичок и еще не знаете всех правил игры. Следующее очень четкое правило, которое очень хорошо помогает и действует, не участвуйте в сплении. Никогда, ни с кем, за спиной не обсуждайте третье лицо. Потому что, на самом деле, вот смотрите, может быть такая ситуация, вы вышли на чашечку кофе или вышли совместно с коллегами пообедать, да, и в отсутствии того или иного члена коллектива начинается вот и визу, как там, что там. Как только мы что-то обсуждаем, у нас тут же возникает вариант того, что ваш собеседник может подойти к этому человеку и сказать, а ты знаешь, а этот новичок, кто считает, что ты, оказывается, и вообще сказать совершенно другую информацию, не ту, которую вы обсуждали. То есть это всегда риск попасть в круговорот с плитем, да, когда уже доказать, что это было не так, бывает значительно сложнее, чем не попасть в эту ситуацию. А в принципе, вот как сохранить золотую середину в общении с коллегами, чтобы не перейти к грани вот этого вот понебратства излишнее и не прослыть формалисту? Ну, улыбайтесь, женская, да, наша возможность такая. Безусловно, мы говорим о том, что важно выстраивать четкие грани отношений. Возможно, возможно, коллеги спустя какое-то время, когда мы уже их хорошо узнаем и могут стать нашими хорошими друзьями, когда общение превращается в неформальное общение. Мы можем доверить какие-то свои сокровенные тайны или сокровенные мысли. Но первоначально, будучи в категории новичков, этого делать все-таки нежелательно, поскольку мы еще не знаем достаточно хорошо людей, мы не знаем, как они отнеслись к тому, что взяли нового члена в коллектив. Особенно это бывает в ситуации, когда, например, сотрудников больше, чем в этом есть необходимость по каким-то причинам, да, и кто-то слоняется, болтается без дела. Либо наоборот, когда в коллективе возникает мнение, что кому-то даются только трудные задания, кому-то только легкие. Это тоже повод для выяснения отношений. Но при этом помните, что из любых конфликтных ситуаций есть всего пять выходов. Подробнее. Первое – это избегание конфликта. Да, если мы понимаем, что человек изначально, мы уже заметили, что он склонен быстро гневаться, склонен быстро высказывать какие-то сильные эмоции, но потом он отходит и, возможно, даже сожалеет, то, возможно, в общении с таким коллегой просто нужно не вестись на эти конфликты. То есть этот способ называется избегание. Вот там, где можно промолчать, не включиться в разговор, просто выполнить свое дело, и при этом по итогу получится хороший результат. Способ второй – это приспособление. У каждого из нас есть какая-то категория привычек, да, и наверняка вы точно знаете, что если ваш коллега не начинает хорошо день без кружечки кофе, то, возможно, к его приходу лучше кушать эту чашечку подготовить, да, чтобы он ее выпил. То есть приспособиться определенным образом к той ситуации, которая может возникнуть. Следующий способ, он как бы противоположный такой, это доминирующий способ, когда вы на 250% уверены в своей правоте, и у вас есть не просто уверенность, но у вас есть соответствующие аргументы, которые подтверждают, и вы готовы показать, что это вот раз, вот два, вот три, и ваши слова – это действительно весомые какие-то слова, и вы готовы отстаивать свою позицию, тогда это будет такая лидерская доминирующая позиция. Это может быть поиск компромисса, когда каждая из сторон соглашается на какие-то уступки ради того, чтобы добиться общего результата. И пятый способ – самый эффективный и реже всего используемый. Это какое? Это сотрудничество. В отличие от компромисса, где каждый от чего-то отказывается, да, и всегда есть шанс к тому, от чего отказался, потом еще раз вернуться, да, то есть, ну ладно, сегодня я там отказался, потому что это, ну, какая-то выгода у меня от этого есть, но завтра я опять хочу получить тот лакомый кусочек, да, или тот стол, или тот стул, или, ну, я не знаю, какие-то другие варианты. А сотрудничество – это ваш способ найти такой вариант решения ситуации, который не предполагает отказывать от чего-либо. Вот и все. Скажите, немножко уйдем в другой вопрос. Если, допустим, у человека нет желания принимать участие в праздниках, в корпоративах, ну и так далее, ну, вот, ну, не хочется ему, или, может быть, по разным причинам, как сделать это тонко, чтобы не обидеть, или, допустим, чтобы не быть той же белой вороной? Как тонко отказаться, или как тонко… Не участвовать. Смотрите, здесь же тоже нужно очень четко различать, о чем идет речь. Если речь идет о празднике, и просто о корпоративе, как возможности поесть, попить и потанцевать, да, то тогда, на самом деле, у человека могут быть вполне обоснованные причины. Начиная от того, что он переживает какие-то личные чувства, там, я не знаю, ну, например, потерю близкого человека, когда ему совсем не весело, да, ему, вот, ну, правда, не до танцев, ему хочется уйти и побыть одному. Элементарно, у него может болеть просто зуб. Ну, я условно говорю, да, то есть, может быть что-то… Нет, речь сейчас идет о том, что он просто, ну, ему не хочется, а не потому, что ему неприятная компания, но ему просто не хочется. Ну, что-то так красиво сказать организаторам, и, как говорят, удалиться по-английски, да, то есть, тихонечко, не устраивая из этого шума, не позиционируя свой отказ на видное место, что вот я такой особенно, я с вами не пойду. Но при этом важно различать корпоративы с теми мероприятиями, которые направлены на сплочение, на… очень часто руководство уделяет достаточно много внимания в последнее время различным психологическим тренингам, когда сотрудники, работающие в одном коллективе, могут узнать лучше друг друга. Это может помочь как раз вот выстроить отношения, которые способствуют качественной работе. Это могут помочь новому сотруднику лучше понять тех, кто работает в коллективе давно, а, возможно, проявить себя, и мы говорим, да, да что, серьезно, такое оказывается, вот, казалось так, ничего, а вот талант в определенной области, да, то есть, вот эти две вещи очень важно не путать. У нас, к сожалению, иногда бывает так, что это пытается совместить сначала тренинг, потом… Веселье. Потом веселье. На мой взгляд, было бы важно это все-таки разделить, да, то есть, работа – работа, учеба – учеба, самосовершенствование – самосовершенствование, а уже вот веселье у каждого, оно может быть по-своему, потому что, ну, давайте так, если вспомним совсем, вот из курса школы, да, есть холерики, сангвиники, то есть, те люди, которые любят быть в большой компании, в центре внимания, они чувствуют себя в этом, в этой ситуации комфортно. Да, и есть интроверты, которые очень любят одиночество, у них один друг с детского сада, с одного горшка, да, и вот в течение всей жизни. И для них вот это вот, весь этот шум, это просто напряжение, абсолютно не удовольствие. А в принципе, если разгорается конфликт с начальством, как себя вести в этой ситуации? Вы имеете конфликт между сотрудником и начальником. То есть, как отстоять свою правоту, скажем? Ну, во-первых, однозначно не уходить в эмоции. Эмоции ни к чему хорошему не приводят, да. Поэтому на сегодняшний день активно вот все профессиональное сообщество, психологическое сообщество делает акцент не только на уровне развития интеллекта, который измерялся раньше IQ, но и на EQ, эмоциональный интеллект, насколько человек может управлять своими эмоциями, правильно определять эмоции другого человека. То есть, это первый такой очень важный аспект. Второй аспект связан с вашими должностными обязанностями, которые есть у сотрудника. То есть, просьба или распоряжение, которое дает начальник, это соответствует должностному регламенту или тем обязанностям, которые должен выполнять человек, либо это на уровне просьбы. Потому что, на самом деле, здесь очень легко скатиться в манипулятивной треугольнике. Если моя должностная обязанность, к примеру, данную кружку после завершения передачи отнести на кухню, ну, вот это моя обязанность, то я абсолютно спокойно это выполняю, либо не выполняю и получая, ну, такое напоминание, смотри, ты там забыл. По сути, это не вызывает никакого сопротивления, потому что мы изначально знали, что это наша обязанность. Но если я, будучи гостем в этой студии, меня могут попросить, да, отнести, ну, то тогда это уже просьба. И я могу сказать, да, конечно, без проблем, ну, то есть, мне не трудно, но могу и отказаться, да. И вот на уровне просьбы, когда существует ответ и да, и нет, вот когда мы соглашаемся с просьбой, там все просто, да, нас попросили, мы сделали, мы попросили, нам выполнили. А вот когда мы на просьбу говорим нет, вот есть риск съехать в манипуляцию. Поэтому, если вы не согласны с мнением руководства, очень важно сесть и подготовиться к этой встрече и подготовить действительно серьезные аргументы, которые будут подтверждать вашу точку зрения. Либо это могут быть вопросы, которые вы хотите уточнить у руководства, в связи с чем вам было дано такое задание, такое распоряжение. Потому что, ну, наверное, мы все знаем, что бывает ситуация форс-мажора, бывают нестандартные ситуации, когда, ну, действительно, мы выполняем совершенно не те обязанности, которые мы предполагаем. Но это чем-то объясняется. И, возможно, для того, чтобы эту конфликтную ситуацию не раздувать, не играть в умолчанку, достаточно подойти и обратиться с вопросом, что, извините, но интересует такая ситуация в связи с чем или почему. Скажите, вот еще один такой интересный вопрос. Когда ты, когда создался конфликт, и ты пытаешься с человеком поговорить нормально, но он уже напряжен, уже не готов, уже начинает эмоционировать. То есть в этом случае что нужно делать? Вот смотрите, сейчас прозвучало такое очень коварное слово. Заранее, да? Нормально. Слово нормально, да. Потому что что такое нормально? Конструктивно. Нет, нормально, ну, я к тому, что нормально. Я неправильно выразилась, наверное. А норма у всех разная, да? У кого, допустим, у итальянцев там покричать, побить посуду, это же нормально. После этого они... Спокойно, хорошо. Спокойно. Спокойно обсудить вопрос. А у человека болит. Ну, к примеру, давайте так вот. Вы сидите на замечательном кресле, вдруг случилась такая незадача, вы не заметили, а там оказалась кнопка. А съемка идет. А сидеть вам совсем неудобно, и у вас какое возникает желание? Я буду, ну, встать, но я буду, конечно же, продолжать. Ну, какое-то время вы терпите, но потом начинается вот это вот состояние, да, нервоза. Ну, когда же уже, сколько же. Вот человек, который находится в конфликтной ситуации, он сидит на этой кнопке. А почему бы не перевести это в шуточную форму? Встать и брать кнопку, грубо говоря, образную. Не все могут. Потому что, возможно, часть ответственности за эту конфликтную ситуацию лежит на самом человеке. И очень сложно бывает сказать, ты знаешь, я вот здесь был неправ. Или, возможно, вот это моя ответственность, и я готов вот с этой частью, да, а вот там дальше как-то... Я, наверное, неправильно задала вопрос. Я имею в виду, как выйти из такой ситуации, когда ты готов решать проблему, а человек не готов. Надо спросить, когда вы будете готовы об этом поговорить? А, в принципе, нас в детстве всегда учат тому, что если ты что-то сделал, кого-то обидел, то нужно подойти и извиниться. Вот в рабочем коллективе. Есть ли такой принцип? Нужно ли извиняться за то, что там ты сэмоционировал, как-то неправильно отреагировал? Если вы это отследили и действительно у себя в душе определили, что вы там, будучи в определенном состоянии, ну, просто коллеги сказали какую-то там нелицеприятную вещь, ну, причем она просто попала под горячую руку, то я думаю, это только улучшит отношение. Если человек скажет, слушай, я торопилась, да, извини, была неправа. По крайней мере, мы признаем свою неправоту, а лучше принять или не принять это делать другого человека. Знаете, есть такое правило, он очень сложно выполняется, но хорошо работает. Если человек не хочет, его невозможно обидеть. Вот если вы в хорошем настроении, если вы априори хорошо относитесь друг к другу, и вы просто видите, что человек опаздывает на съемку, или у него там какие-то другие обстоятельства, и он какие-то вещи говорит на эмоции, но вы понимаете, почему это происходит, вы не обижаетесь. Вы можете спустя время сказать, слушай, ты знаешь, ты лучше приходи пораньше, или ты как-то по-другому, потому что когда ты опаздываешь, ты начинаешь говорить гадости какие-то, да, и это людям может не нравиться. Ну, как-то по-дружески поговорить. А вот бывают люди, которые готовы обидеться, вот им ключ от замка зажигания еще даже не вставили, но просто показали, и они уже завелись. Поэтому это тоже про эмоциональный интеллект, про нашу способность признать, да, я здесь был неправ. Причем ведь мы иногда можем быть неправы не потому, что мы специально хотим что-то сделать не так. По незнанию, по оплошности, просто потому что нас так воспитали. Потому что мы люди. Потому что мы все разные, да, потому что в нашей ментальности, в нашей культуре это может быть вот так, а в культуре, в которой воспитывался человек, может быть совершенно по-другому. Поэтому лучше быть позитивным. Однозначно. Да, улыбайтесь, если все было с вашей жизнью. На этой хорошей ноте мы вас благодарим, спасибо вам большое. Ну, а мы напоминаем вам, дорогие зрители, что все понравившиеся вам выпуски «Доброго утра. Страна» вы можете пересмотреть на нашем сайте телеканала rtr.md. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова